В чём вопрос-то? Повтори его. Кто вопрос-то задавал про динозавров? Кто вопрос задал? Задавай. Ну подойди сюда ближе, громко задай. Я бы динозавр. Тут видать нет? Или недостаточно света? Маловато. Может быть, может быть. Я знаю, наверное. Ну, высвете. Громко. Вот я считаю, что динозавры могли погибнуть во время Ноевского потопа. Ну и что? Бог ведь повелел взять каждой твари по паре. Получается, динозавров в ковчег мной не взял. Вариантов несколько. Динозавров никогда не было. Это выдумка. Выдумка. Те люди, которые не верят в Бога, им нужно показать. Были такие-то динозавры, там птицавры в виде птиц. Они всё придумают. Когда кинешь где-то на крыльях. Почему ты веришь этой картинке? Ты её видел? Нет. А зачем тебе это нужно знать? Ты их не видел? Тебе знать не надо. Нигде никто не видел. В зоопарках нигде нету. Живого нету. А вот учёные сказали. Какие учёные? Безбожники. Какие они учёные? Чему они учёные? Вот он учёный. Его учили. И что? Как один. Я богослов. Баба. Я хотел тебе о Христе сказать. Богослов. Вон и времена какие пришли. Что Бог для ослов, оказывается, есть. Ну, Бог и ослов принимает. Он хотел её научить. Динозавры. Это сатана, может, кости набросал. А когда разобрались, никаких костей нет. Йети. Снежный человек. Почему нет? Ловили сколько раз. В багажнике его запечатали. При Израиле нигде ещё нету. Багажник под замком. Почему? Да никакого нету. Сатана, дьявол, НЛО. И брали, и тайные архивы, и в Америке, и здесь. Нигде ничего нету. Почему? Показывают пришельцы, духи тьмы. В своё время они явятся, будут подниматься. Это житие апостола Петра. Там Волк Симеон что делал, как он поднимался. Житие Киприяна Карфагенского. Маленько так посмотрите, как в жизни было. НЛО сколько-то лет муссирует тьму. Кого-то брали. Мы ходили благовествовали, к одной женщине зашли. Она где-то на втором или третьем этаже. Вот этот балкон у меня. И они ко мне приходят. Ну высокие, метра по 4 роста. И они прямо с балкона ко мне заходят. Но теперь я доказать должен, что они не заходят. Они залетают. Нет, они заходят. Прямо шагают, я вижу по воздуху. Она видела? Кого видела? Оказывается, занималась йогой. Занималась другой глупостью. Вот теперь к ней эти вожделенные ее принцы прилетают на гнилых парусах. И она все это на полном серьезе. Вот говорят, такой-то, такой-то обморожил кости. Австрала Питека. Ну никому не нужно. Австрала Питека все, стекся. Но оказалось, когда начали нас рассматривать, академик Вихров, и оказалось, что кости найдены. Одна кость здесь, другая на 3 метра в стороне, а третья на 15. И он их соединил вместе. Никакого отношения к человеку не имеют. Но был такой человек, он, первые люди не горбаты были, вот такая у них челюсть, но хвоста уже не было. Без штанов ходили, ему отломили его. Ну врет же, ничего не было. Первый человек был прекрасен. Адам и Ева. Посмотри, Гюставо Даре, гравюры, какие показаны. Человек, не пораженный грехом, как он выглядел. Он совершенный был. А они показывают, как человек сначала сгорбатился, потом с дубинкой. Дубинку отняли, автомат ему дали. Ну ты смотри маленько-то. Вот Казахская ССР. СССР тогда была еще, не Казахская отдельная республика. И у них там археологический музей, двор. И во дворе большой, огромный камень привезли. И они на нем защищают кандидатские степени и доктора. Что? Какой-то пастух обнаружил камень. И на камни иероглифы. И теперь расшифровывают, привезли камень и там расшифровывают. Пишет газета «Известия». Серьезная газета-то. А потом нашелся человек один, который обслуживал когда-то, кино снимали у них там. И он говорит, да это я писал. И поэтому мы там все оставили, съемки кончились, мы этот камень бросили там. А они его углеводородным методом радиоактивным исследовали. Ну разница не сходится, малейка так, на полмиллиона лет. Вот уже человек был какой, и как писали, и орудия нашли 7500, с половиной лет. Все, 5508 лет. Запомните эту дату. 5508 лет от Адама до Христа. От Христа, ну согласно, как сегодняшний архив, показывает счет, это 2016-й. На самом деле 2020-й. Но 4 года роли не играет. Все, прибавляют только дому. Ни одного орудия человеческого труда за этой цифрой не существует. Их нету. Человека не было, он не был сотворен. А они, вот смотришь, вот вы смотрели когда, географическое общество. Начинают миллионы, миллиарды лет, да еще какие-то даты, да еще чуть не до одного года. Вранье. Ничего нету. Сатана кинул, идею я сам спинулся. Дал моду, а сам буду. Его и нету никаких концов. Ну где они? А теперь рисуют. Рисуют. И он думает, это вот так-то было. Значит, столько-то мяса было у него. Он был такой большой, ростом. Находят черепа людей. Глядят 12 метров. Нигде ничего нету. Для чего? Чтобы мозгами человек крутил и уходил от Бога. Прекрасный Адам и Ева, от него разошлись все люди. Да как, где брали жен? Сестры были, братья. Да как, как на сестрах? Первый счет был сильный, это разрешалось. Но потом уже было восстановлено, что нельзя и проще. Закон Моисеев. Все встало на место. Они ничего доказать не могут. Вот он стоит. Я не знаю, кто это. Это же не плюшевый на дереве. Это Куала. Это Куала. О, вот этот Куала. А дальше медведь. А есть такой еще, как его называют? Людвин. Сонный-то висит на дереве. Ленивец. И он повесит на лапах, говорит, зеленью покроется, плесенью. На нем уже ростки пускают растения. А он все еще висит. Кто это сделал? Как это так? Одна и та же вода. И вот рыба есть такая, у нее голова вот такая вот. А сам совсем маленький. И когда пасть раскроет вот так, и с носа свисает фонарик. И люди на фонарик надо отведут. А люди говорят, рыбки, там пасть закрыл, все, готово. Холодильник сработал. Следующий пасть открывает, опять заплывает на огонек. Кто это сделал? Бог. Как это? Значит, у какого-то фонарик выключался, а у другого не выключался. Природа отбирала. Почему сейчас не отбирает? От ласточки ласточки. И она маленькая ласточка, но похожа. Так же будет черная, грудь у нее, полоски. Жулан летает у нас, большая синица называется. У нее зелененькая, желтенькая. Кто его изукрасил так? Одно перышко голубя содержит 75 тысяч зацепочек, чтобы перышки слипались. Одно. Кто это устроил? Или было меньше, отбор был какой-то. От гуся гусь, от порося порося, от карася карась. Нигде ничего нету, все обман. А написано, говорит, и даст породу и подобию своему. Даст. Вот он такой, точно такой же родицей. Ну, это можно, конечно, операцию сделать. Как рассказывают, может, анекдот такой, там, азербайджанцы или армяне, они горбоносцы такие. Ну, а люди-то говорят, смеются, дубоносцы называют. И они решили сделать операцию пластическую. Сделали, умеют делать, там, хрящик подрезать, то другое. Ребенок родился и нарисован. Они над ним двое склонились, а там лежит дубонос такой же. Одни подобие такое и есть. Операции-то нет. У нас отец не сходится в них. Вернулся с фронта без руки, мы все с руками родились. А то, а почему от Адама из ребра, а почему теперь у Адама одинаково ребра. Ну, операционный путь. Операция, а следующие дети рождаются, как положено уже. У нас только запутанные мозги. Вот новость у нас пришла одна. Где Оливия у меня? Вот она, ну-ка иди сюда. Я знаю, что Оливия. Что у тебя сегодня за день? День рождения. А, день рождения. Понятно? Я не ангела. Поэтому мы прямо здесь сейчас помолимся с нами. На день рождения никаких подарков никогда не делайте. Запомните. Этого делать нельзя. Это противозаконно. Как Ян Златоуст говорит. В празднование дня рождения Ирда закончилась гибелью величайшего пророка. Этого достаточно. У меня знакомый человек был. Без баптиста. И он говорит. Ну, день рождения праздновали. Знакомый, неверующий-то. Ну, и жена вышла там. Вышла встречать. Там надо обнять кого-то. Ребенка положила на кухню. Там что-то у ней побежало. Она пошла туда. Ну, и кто-то зашел. Говорит, поздравляйте. А где ребенок-то? Ой, я его зашла. На него уже кучу одежды наложили. Она поняла. Он уже мертвый задохнулся. День рождения справили. И весь сказ. И притом я слышал не однажды это. А что тебе дает? Какая твоя заслуга? Только что Бог не убил тебя. Ты грешил целый год. И ничего нет. Какое поздравление? С чем помолиться? Попросить благословения? Поблагодарить Бога, что Он терпел тебя еще? Терпел. Именно терпел. Меня, тебя. Какой он дивный наш Бог. Ты думала, что такое родишься? Что у тебя талант будет к музыке? Ты ничего не знала. Мы все рождаемся одинаково. Обнаруживаем рождение криком, плачем. В пеленах и заботах, как Соломон говорит, выросли. Маленькие были, ползали. Памперсов не было. Теряли там, где выпадет. Ну, и подромы не было. У нас ребятишки маленькие по ограде ходят, а собаки были, и они прям за ними тоже залезают их, а вообще подмытые, ничего нету. Собаки. А собаки, когда дети оправляются, они очень любят, это для них деликатес. Вот и все. Ты такая же была. И вот ты выросла большая, до тебя уже смотрят. Вот, сохрани себя. Это большая забота родителям. Тебе нравятся кучерявые ребята, он явится кучерявый. Нравится богатый, богатый подползет. Сатана в любой вид динозавром подползет. Ты не узнаешь. Ты ни шага не делай никуда в сторону, как Бог велит, как родители. Как говорит нам Святая Библия. И все это в молитве. Ты много слышала. Где брат-то твой? Твоя задача теперь защитить сестру. Не будь легкомысливым. Иди за теми, которые землю кладут на стол. Ты, правда, еще пониже, только до скамейки дошел. Мы все в прах и в прах возвратимся. Поблагодарим Бога, что Господь дал нам хорошую сестру. И одного замечания нету. Работает на кухне. Сколько у тебя наград-то всего сейчас? 93. А? 93. 93 награды имеют. Больше, чем у Брежнева. Первые места по Алтайскому краю. Это классика играть на проте пьяно и прочее. Есть у нее даже записи в интернет. Я их посещал, видел. Это вообще невероятно. Они все музыкальные, все где-то учатся. Этот на гитаре. Не глядишь, что он такой шалопай растет. Но играть уже начинает. Итак, благословен Господь. Боже, слава тебе. Дивный наш Создатель, Господь Христос, благодарим Тебя, что дорвал жизнь сестре нашей Ливии, наградил ее талантами. Помоги я сохранить себя, быть верной Тебе, целомудренной, стыдливой, послушной родителям и Слову Твоему. И через нее многим укажи путь спасения. Ибо для Слова Твоего нет преград. Кто может запретить? Ни Ирды, ни Пилаты. Тебе слава за все, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Мы не поздравляем, а желаем. Поздравлять-то не с чем. Это неправильно. Сегодня мне скинули материал. Все. Материал такой. Путин, президент Российской Федерации, Владимир Владимирович, будто бы, материал мне не показали, но сказали, люди, достойные доверия, подписал указ, что отныне в России вроде бы миссионерствовать могут только люди, относящиеся к миссионерским отделам Московского Патриархата. То есть это один из сигналов того, что Антихрист рядом. Следующий должен за ним уже прийти только Антихрист. Люди, которые ничего не знают о спасении, живут по стихии мира, они будут давать указания. А мы что даже сказать? Не запретили мы намертво. Они говорят, кого больше слушать? Бога лишь человеком, деяния апостолов. И весь ответ. Если такой указ, не знаю, но об этом говорили давно уже. Помолиться за него. Он заходит в ту черту, за которой смерть. Ему это не подвластно. Я всегда считаю, что у него хорошие советники. Но в данном случае эти советники, если только это по их совету, они потянули его на дно. Ему не устоять. Это уже против Бога. А против Бога, значит, все будет разрушено. Разрушено государство, разрушен Кремль и все остальное. Это мы знаем из истории. Были ироды. Сталин не ему счета был. Гитлер не ему счета. Из праха восстановил страну. Начал войну и подавился. Хребет был сломан. Почему? Поднял руку против Бога. Решил новую там анерва что-то строить без Христа. Без Христа ничего нет. Вообще ничего нет. Вот вам ответ, динозавры. Слышал? Так, я тебе не разрешал садить. Еще ты сел. Вот и стой. Согнулся в три погибели. Спишь. Головой мог суметься туда. Разбить себе голову. Умей над собой бороться. Есть такой рассказ. Судьба человека. Михаила Александровича Шолохова. У него, он на фронте был, Андрей Соколов. А дома там жена Ирина с детьми. Но старшего сына не было. Он закончил артиллерийское училище. И так как он был очень сильный в математике. И там офицером стал. А у них попала атомная бомба. Недалеко от аэродрома были. И погибла вся семья. И он однажды увидел мальчишку. Оборвыша такую. Оборвыша. И он его накормил. И потом и говорит. Тебя как звать-то? Ваня звать тебя? Ну а что русских? Русский Иван. Вот он. Дядя, откуда ты знаешь? Ваня, да я себя столько искал. Как он бросился, я ему нашел. Папка, ты меня нашел. Вообще удивительно. Герасимов ставит. Это надо увидеть. Надо показать детям. Нашел. И вот они два сиротелых теперь вместе. Ну этот шофер был в плену. И так Шолохов показал. В плену. Да. Из плена только в ГУЛАГ. И он там вроде бы важного инженера принял. Гирько ударил. Привез. И на машине перескочил линию фронта. Ну дальше это басни рассказывает. Но одна фраза есть такая. Ваня, мы с тобой сильные. Мы все переможем. Научись эту фразу говорить. Сонливость эту скинь с себя. Ты все недоволен. На лесу уже маска недовольства. У тебя я тебе показал. Вот наши ребята какие веселые. Будь. Ты не можешь это уже скинуть. Желания нет. В течение одного часа ты можешь переменить отношения к тому, где находишься. Мы тебя не звали сюда. Отец. Слышал про наш лагерь. Пожелал, чтобы ты был здесь. Ты многому можешь научиться. Он знает твои претензии. Большего желать. Будь доволен тем, что есть. Я не буду больше говорить. Так. По времени сколько у нас? Так. Мне охота... Пол восьмого. Сейчас почти обедать. Так. С Виталием поговорить. Сейчас выйти и смакетировать, как было у нас дело. Я смотрел сегодня ролик, когда он убирал. Ты подробно расскажи, как получилось с этим деревом. Так. Кто хочет, может с нами выйти, посмотреть, поучиться. Так. Выходим. Так. Метла у нас где? На той стороне? Там. Большой зал. Там хрень, что все. У тебя было сказано, и ты видел, подметали, и там куча были. Убирать территорию. Слово убирать территорию, что в это входит? Так это было уже... Сейчас, я спрошу кого-то. Кто понимает, что такое сказали? Дали метелку и сказали. Мы ожидаем гостей, комиссии. Нужно убирать территорию. Говори. Подмести все. Прибрать. Еще что? Убрать территорию, которую тебе сказали. Которую сказали. Так, еще кто как понимает? Ну, вот наша территория. Территория лагеря. Так, подожди пока. Никуда, никуда. Ну, еще кто как понимает? Сказали. На той стороне убирают. Здесь убирают. Дети подметают. И один пошел с крыши собирать ветки, которые упали. Это наша территория. По-другому никак. Как ты понял это? Расскажи. Так, понял, как вы говорите. Так, понял. Откуда теперь у тебя... Я... Дело в том, что это... Сейчас, я спрашиваю. Это не в тот день, это еще раньше. Ну, не важно. Не важно. Водин, ты вчера говорил, сказали убирать территорию. Я снова изначально, что я слаба. Я убирал территорию, смотрю. Территорию? Торчит. Территорию убирать, все сказали. Но не рубить деревья. Никто этого не говорил. Ты чем рубил? Топором? Похожий, да. Так, вот тебе смотри. Володя подошел, тебе сказал. Вот это вот метла. Он мне ничего, никто мне ничего не говорил. Ну, не сказал. Ну, ты не стал вот так мести-то, вот так вот. Так, концом этим метешь. Оно это охватило. Вы у меня хотите что-то... Я хочу сказать... Поймать, что ли, на слове? Да не поймать, понять. Понять. Ты сейчас не оговорился. Что я хочу, ты в конце увидишь. Как это могло быть так? В это время метла стоит в стороне. Ты подробно даже разбери один день жизни. Ты увидишь, где начинать. Таким ты не хочешь быть. Это ясно. И вдруг ты оставляешь этот инструмент, который тебе дали, которым подбираются. Поворачиваешься и идешь. Идешь, знаешь, где лежит инструмент. Берешь топор. Дальше ты откуда это все пошло? С чего ради ты оставил свой инструмент данный тебе и пошел за другим? И начал рубить. Я сам момент не могу понять, где. Почему? Потому что это от лукавого. Тебе надо найти, где корень отрубить это. Рубить не деревья, а отрубить вот это пожелание. Дети часто делают не то, что им показано. Его указано в школе. Такой-то урок. Он должен делать, и тогда дело движется. И на работе также. Показали тебе это делать. А если ты не то на станке будешь вытачивать, ножи делать вместо того, чтобы что тебе указали. Как ты, момент появился этот, расскажи. С чего ты вдруг решил идти за другим инструментом? Ну, чтобы убрать вот то, что мешало. Да это не было тебе сказано. А ты не относишься к уборке территории, а то руби деревья. Почему ты это не срубил? Как ты не заметил его, да? А почему березу не срубил? Ну, тоже большое. Большое. Объяснение-то есть, почему он не утромал. Потому что оно не мешается. Тебе, кстати, тоже, говоришь, было желание. Проходу не мешается. А тут есть, Володя. Почему ты не спросил его, дерево не мешается? Я представляю, где-то я приехал, и мне бы было сказано. Тем более, я подходил, Володя, не один раз говорил, смотри, растет, не трогайте. Потому что это естественная опора, нашим гнилит, гнилит, падает все. Ну, если я бы это услышал, я бы, конечно, не трогал. Тебя разницы нет срубил. А я все думаю, как, в какой момент? Тщательно исследуйте. Исследуйте себя, апостол Павел говорит, исследуйте. Оно туда, оно мешало. Чего оно мешало? Как оно мешало? Тут дороги хватает. Как мешало? Вот, допустим, там открыто, не закройте еще, ласточки пропадут. Большой картонный зал. Я заметил, там залетает туда, и ласточки гнездо делают. Лежу в гнезде, уже у них малыши. Я наказал Надежде Васильевне всем туда не ходить, не пугать, не трогать. Сегодня прихожу, намерто закрыто. И что дальше-то? Когда закрыто, никто не сказал. Зачем закрыли? Кому-то надо, нет. А больше никто не закроет. Только она одна. Что дальше? Ну, затем-то доказывать еще не надо. Закрыли, нет. Там ласточка поселилась напротив, где у меня голубятня. Я узнал, матушка ходит. Дверь открыта. Я посмотрел, ласточата уже. Я сразу пошел, сказал. Там кроме ее никто не бывает. Не трожьте. В этот же день дверь была закрыта. Погибают ласточки, погибают ласточата. От Бога это! Притом одинаково, они не договаривались. Та же самая история здесь. Но у нас вот здесь трясогустка свила гнездо. Вот здесь. Но здесь был я все время. Мы сразу завешали палатками, чтобы никто не проходил, только обходить. Обходить? И так дерево бы обошли. Один год вот здесь вот ласточки не закрыли дверь, они свили внизу. Мы сразу отдали ласточкам. Дверь открыта, припер, и они вывели, и улетели. Один раз в крайней. Один раз здесь. Это прекрасная птица. Ну, маленько опуститесь от своих, что вы, мыслями тешитесь какими-то. Не струшили. Тебе не позволено это было. Зачем стоять? Ну зачем лезешь, скажи. Тебе стоять трудно, надо что-то делать. Ты во рту держи, что у тебя не потеряй. Вот оно где начинается. И раз ты не исследуешь, ты и завтра это сделаешь, и дома сделаешь. То есть полномочия свои превышаешь. Я вот, допустим, они уехали, комиссия, Роск, надзор, там самая педемистанция. На этом не закончилось. Я высчитываю, какие сроки. Смерился с юристом, со своим. Как это дело будет, что они будут. Теперь я уже предохранительные меры проехал вчера. Лене сказал, по интернету будут забрасывать. Что делать? Предупредил батюшку. Понимаешь, какая проделана работа. Всех. Что будет? Будет приезжать милиционер. Пошел и десятикратно Надежде Васильевне сказал, что нужно делать. Почему? Самость. Самость это главный конь, который величит в ад. Ян Златовос, ты не считал этого. И не исследуешь. Срубил, отряхнулся, сел и поехал. Не делай этого. Тебе, как маленькому ребенку, надо за руку водить. А ты что, меня хочешь опозорить? Ты можешь о чем думать? Ты уже опозорился. Ты меня огорчил. А сейчас боишься заглянуть в эту бездну. Она разверзлась уже. А если ты будешь исследовать, ты будешь думать. А как это? Как это так? Была метелка, и в руках у меня топор остановился. Это кто мне ее подсунул? Это с чего ради у меня завихрения такие? Территорию убирать все дети сказали одинаково. Ты хуже ребенка. Ни один не сказал, что надо рубить дерево. Не против срубить? Это не заметил, а то большовато. Ну, 30 сантиметров в диаметре. Великовато. Ему бы не срубить до моего прихода. Вот как. Почему одна территория растет. Поняли? И вы всегда так делаете. Для вас самая большая опасность стоит рядом. Любой глазки построит. Он заходит вот так вот, посарапал, а ты думаешь, он тебя зовет уже. Увидела мизинец его. И все кончилось. У мусульман не так. Ни одна девочка нигде не ходит одна. Никогда. Я видел у киргизов. Они примерно 5-6. 5-6 выбегают из цакли своей. А тут стена дувал. И они с той стороны. Там, ну, года. Дома три-то. И все шестеро забежали. Нету. Я был в Америке, в Нью-Йорке. Еврейские дети. А деду по-другому совсем. В машине. Я говорю, что это еврейский район. А они их берегут. И мне рассказывают. Дочку повели к стоматологу. Ну, зуб-то болит. Да и у нас что-то. Иди там в очередь. Запишись, иди. У них не так. Ее сопровождает, говорит, брат и отец. Оба с кинжалами. Рука на кинжале. Чтобы он случайно зубы ей лечит. Не опустил руку ниже, не коснулся груди. Врача не будет. Даже вообразить нельзя. Это же сумасшествие. Подожди. Теперь результаты посмотри, какие будут. Мальчишка, братик. Рукава не тянуть, я сказал. Он не слышит. Закатай их дальше. Да, он уже. Их или отрежь, или... Я сказал, закатай. Он не понимает ничего. Нигде рукава не тяните. Он поспорил с девчонкой, с сестренкой-то. А она вот такая вот. И за столом сидят. Он бизнесмен. Папа. А она с мужчиной целовалась. Ты что говоришь, Ахмед? Айша. О чем он сказал? Папа, да это фильм снимается. И по... Я спрашиваю, было ли это? Ну, это фильм снимался. И сказали, он там прикоснулся, поцелует. А настоящего не было. Отец тут же за столом выхватил пистолет и застрелил ее. Сразу же. Позор этот не будет в нашей семье. Своими руками уничтожил. Вот как они смотрят. Стоят студенки. Багдад. Одеты, как все, но лица уже открытые. И я, говорит, издалека сфотографировал. Навел фотоаппарат. Ну, прошло несколько секунд. Гляжу, говорит, две или три отделились от них. И подошли. Сотрите, пожалуйста. Что сотрите? Ну, вы на нас фотоаппарат наводили. Ну, да. Вы нас сфотографировали. Да, они стоят одетые до пола. Все закрыто. Уберите. Если этот снимок попадет в печать, нас сразу из университета исключат. Это смотрят люди не нашего порядка. Так, а как же они на льду в платьях катаются? А как же купаться? Я видел, как купаться. Отдельный женский пляж. Огороженный четырехметровой стеной. И дежурят со всех концов полицейские женщины. И ни одна не будет в пляжном костюме. Специально материю изобрели. Она та же, как одета, так и купается. Но одежда такая, которая пропускает всю воду. Ни одна другую не видит, чтобы она была раздетая. Женщины не видят. Почему? Они довели до совершенства сохранить целомудрие. Сто процентов выходят замуж девственницы. А эта, которая, она уже познала, там спала с кем-то, эта шлюшка. На букву Б. Там ничего нету больше. Она не может быть верная. У меня брат работает на авиазаводе. Подходит и говорит. Лариска-то опять. А рядом парк. Видели опять с солдатами там. Он говорит, Толя, а ты где с ней познакомился с Ларисой? На танцплощадке. Ну там ты ищи ее. А у тебя, моя Аня, говорит, я вернулся когда из армии, пришел в храм, и она пела на клиросе, из старообрядцев, на клиросе. Я ее сразу заприметил, но подошел к ней, это через полгода, первый раз. Вот и все. А дальше я ее нашел в храме. Вот сегодня день. А где искать? Ну, день Иоанна Крестителя, я ее искать не буду там с площадки, я ее пойду в храме искать. Он в храме ее нашел, в храме ищет. Понял где? Стопроцентная сохранность, она девушка. А если не так? Брату 16 лет. Берут интервью. Мать осталась у тебя вдова? Да. Папа погиб. Ну, а если мать приводит к ней, приходит мужчина ночевать? Как ночевать? Ну, как у русских делают, вот так. Зарежу. Мать, зарежешь? Молчит. Ну, а сестра, если вот так будет с парнем дружить? Зарежу. Вот как их учат. То есть, эта мерзость не именуется даже у них. Я говорю, в Ленинграде было, я с мулами беседовал, беседовал, и спросил, какой процент сохранности девственности до замужества? Они меня даже не понимают. Я говорю, девственность, неповрежденность. Что она девушка, а не надкусанный какой-то, ломоть выброшенный. Да у нас других и нету. У нас в восьмом классе уже трудно найти настоящую. Она уже шлюха. Вот нам учиться надо, а не судить, мусульман. Ты не можешь так стоять. Да, отойдем туда к стенке. Не прислоняйся. Отступись оттуда. Сатана как-то в тобой крутит. Вы слышали? Вот с чего начинается Родина. С метелки. И ты мог подместить, ты там что-то елозил, елозил, пока Володю не послал. То есть, замедленно стоял, тебе сатана в это время на ворота разные делал. Вот где. Ты не думаешь, а я уже сколько дней думаю, в какой момент тебе подходит сатана. Когда ты начинаешь, то есть, ты не молился, ложился спать, не помолился вечером. То есть, ты не исследуешь себя. Но раз незащищенность полная, почему мы не болеем в такой обстановке? Потому что мы молимся, утром святая вода, ходим в храм. А у Роснадзора, они там отпускают не миллионы. Там цифры намного больше отпускаются на детей. И каждый год в гробах везут под капельницами. Сразу 96 человек под капельницу. Почему? Они незащищенные. А микробы везде ехать не... А вы обрабатывали место сатклещей? И надо, чтобы обрабатывали. Тут там разные дезоранты. Ничего мы не обрабатываем. У нас клещей инцепалитных нету. Запишем нарушение. То есть, она там боится в городе, а эти свои страхи на нас налагают. Вот у нас устав. Мы в ваш устав не вмешиваемся. Зачем вы в наш устав лезете? То есть, это уже принуждение жить по их уставу. Ни рубля нету. Ни такой туалет. Медицинских книжек нету. Мы брали их, перестали давать их. Мы больше не ходим, платить не будем. А что медицинское даст? Ее проверил врач. Так он и знает, что у нее внутри. Она может там что угодно сделать. Вот у нас работает, помогаем. Ты научись, говорится, мозгами шевелить. Не просто так сделал, отошел. А ты болей этим. И скажешь, один вопрос, который не задаешь. А что нужно сделать, чтобы поправить вот это дело? Так, был тополь. Значит, слушай внимательно. Вот здесь вот ямка будет выкопана. Здесь вторая, здесь третья. А вот здесь вот четвертая. Четыре тополя посади. И с твоей стороны топольки. Ты знаешь, как садают весной? Вот так отруби. Ну, вот такой толщины. И ямку выкопай большой. И под наклоном туда ее зарой. Черенок. Все, тополь пошел. А дальше полить. Ты вопрос-то не задаешь. Что за этим следует? А он прирастет. Все 100% прирастают. Ну, а дальше тут будут люди поливать. Будет все. Выправить как-то можно. У тебя же не ворочаешься. Ну, сделал и сделал. Отрубил и пошел. А я хотел лучше. Лучше хотел сделать, знаете кто? Саул. Бог ему сказал. Город захватишь. Придай все огню и мечу. Все. Чтобы ни одного человека не... Почему этот город проклятие? Они восстали против Израиля. Уничтожить все. Самуил приходит, пророк это сказал. Ты все сделал? Да, все уничтожил. А какое-то бленье, овец, мычание, волок. Это откуда? Я отобрал самое хорошее, чтобы принести Богу жертву. Бог жертву любит. И он дальше ему сказал фразу, которая сотрясла его. И Бог отнял от тебя царство. Ты Бога решил подправлять. Непослушание такой же греха и дальше перечисляет, как волшебство. Непокоривость, как идолопоклонство. Это все сказано было. И он пытался поправить положение. Ничего нет. И злой дух вошел в него, царя. А царь был Богом избран. На одну голову выше народа. Красавец. Смиренный, кроткий. Дальше одна гордыня полезла из него. Город новому священническу уничтожил. И закончил жизнь смертью и самоубийством. И сразу в ад пойдет. А началась с малого. Сегодня чего подправить Бога? Ты решил лучше сделать. Это вот то же самое. Это Сауловы шаги. Лучше не надо делать то, что сказали. Но я для Бога. Ты делал для лагеря. Не надо. А то что остальные проклятые и забытые. Как пишет Виктор Петрович Астафьев. Вот как. Хороший урок? И вы для себя это берите. Я вижу, что вот так вот лицо кривят. Я даже не знаю, как. Вот так вот. Мускулы работают. Не играй. Однажды вздрогнет. Мускул засохнет. И вот рот будет околушей. Лицо не искажайте. Лицо это лик, это паспорт. Гляжу не один даже. Рот закрой рукой. Вытащи из кармана-то. Попробуй несколько раз. Поземни. Попробуй. Поземни и закрой. Все. Труда никакого нет. Я утром хотел, чтобы сбегали этот репей увезли. Сейчас уже не успеют. Которые выложили. А Никита-то где? Вон там на кухне. На кухне. Ну, которые репей там вывезли. И подальше провести. И в сторону на это. Но не успели. Так, братья. Так, ваш головной убор где? Это не головной убор. Это и башлык. А что нету? Плохо. Нестор. Вот интересно. Я не знал, что у вас нету его. Никогда не приносил ничего. А сегодня запасную пуражку взял. Потому что кто-то из вас может приехать. Никогда не приносил. Первый раз за все время. Как раз у вас нету. Это Господь показывает. Это у нас выйти нельзя. Застан. Пуражку я вам дам. Вот такая же кепка. Повернуть назад. И на этом все. Так, вы готовы поработать сегодня? Потому что некоторые не приезжают еще. По интернету. А мы приедем. Вы работу нам дадите? Вот эти зоновые. С Горного Алтая. Дадим. Что вчера мы напилили? Раскорчевать. И покажу, как сделать. Мы пруд один хотим восстановить. 20 лет что там наросло. Вчера мы напилили. И нужно это... На боку лежит уже. Сейчас я пилу натащил утром уже. Ты, Сергей. Так, чтобы он инструмент не выкладывал. Поедим. Топоры сразу туда. Так. Туда. Топоры там есть? Там у нас три тополя. Маленькие. Ну это далековато. Надо вплотную. Когда тополь вырастет, чтобы вот эти... Ну и на столбах-то. Ну он еще там клен растет. Ну я знаю. Клен это сорное растение. Ну тоже нам годится. Так, ну еще. Ударить колокол, наверное. Можно будет не бегать. Можно будет... Обереться так. Так, еще больше не делай. Предложение свое. Так. Так, потихоньку. Стыро, чтобы не упасть. Быстрым шагом. Легко подскользнуться. За молитвы святых отец наших, Господи, Иисусе, Христе, Сыне Божьим. Помилуй нас. Отче наш, ежеси на небесе, да светится имя Твое, да приди царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небесе и на земле. Хлеб наш насущен дашь нам днесь. И остави нам долги наши, яко же, и мы оставляем должником нашим. И не веди нас во искушение, но избави нас от лука Бога, ибо Твое есть царство, сила и слава вовеки. Аминь. Слава Своей, Сыну и Святому Духу, и ныне и пресно, и вовеки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, благослови, за молитву пресчистой Ти, Матери и Сествия Твоей, Господи, Иисусе Христе, Сыне Божьим, помилуй нас. Аминь. Божьей милостью будь негрешному, создав имя Господи, помилуй меня, бесчиславие ты грешил, Господи, прости меня, грешеный, и помилуй. Что такое забота? Немножко вам сказать. Господь сказал, не заботитесь ни о чем. Ни о чем, то есть о пустом, где вы не можете ничего изменить. Заботьтесь о росте своем. Маленький, ты можешь добавить хотя бы локоть 50 сантиметров? Не можешь. А можешь волос изменить цвет? Не можешь. Красить ты можешь, но волос ты не изменил. У тебя новый волос нарастает, опять того же цвета какой. Не можешь. Но когда ты думаешь о других, Господь благословляет это. Не надо просматривать вперед, если желаешь в своей жизни что-то, говорить о заботе. Это разные вещи. Вчера я сказал, меня нету, я ухожу. Но сказал о том, что едет к нам из Москвы человек, который думает, потеряйте по себе. Малыш, фамилия его, Роман. Он накупил всего где-то на начало, решил приехать на одной машине. Жена не согласна, там русская она не согласна. Нитка рвется, нитка в узлах. Куда иголка, туда и нитка бы нет. Но он поехал в какой-то навигатор. Я не знаю, по какой причине, не через Барнаул, а через камень на лоби. Тоже непонятно. Где он едет? Я сказал, я вчера я отхожу, меня нету. Остался один. А мысль, встал на молитву и сразу мысль. Да где он едет-то? Да кто его встречать будет? Дорога каша, раскисла. Вообще там не проедешь. Володе дал сигнал. Володя сразу подхватился и приехал. Стой спокойно. Вышел на улицу. Ближу идет Исааки. Вот заметьте, как Бог делает. Впереди прошла Анфиса. Далековато. А Исааки прямо идет. Сын, который привозил у вас его. Исааки поманул, он сразу подошел. Спросил отца, едет ли он встречать, который сейчас, в данный момент, встречает в Кольщино. Без 15,7 приходит поезд. Небольшая группа из Екатеринбурга. Ну и этого кто будет встречать, или надо разузнать. И помашите мне, то она надо зашла, не сказала, или отца нет, никто не выходит. Я скажу, что же делать дальше? Гляжу, батюшка идет по улице. После дождя он тут, никогда я его не видел. Вот ты только думаешь, а уже все, Бог тебе по частям разложил. Батюшка идет. Батюшка, а кто встречает? Не знаю. Володя вот он на велосипеде катит. Сонди соединились, нашли Романа. Где-то он едет. Батюшка кое-как узнал, каким маршрутом идет. И так, никуда не ездить. Где там остановка есть, заправляешься. Притулить где-то, там сиди, жди погоды. Вон Андрей едет. А? Андрей везет уже. Вон он. Мы только сейчас говорим. Иди, выходи, встречай. Так, никто не выходить. Идите за стол. К людям не кидайтесь. Клоточки, клоточки. Так, молча садитесь. Вон вы, все. Мир вам. Первый. Так, посмотри, он подвязывает. Ты видишь, он подвязывает на ходу. Да ты успевай глядеть на лево-направо. Здравствуйте. Здравствуйте. Подходи сюда. Добрый день. А где четвертый-то? Так, четвертый. Вон. Они примерно одинаковые. А 9-10 лет. Так, ничего не забыли? Сейчас. Так, сколько это стоит тебе поездка? С ним рассчитаться надо сразу. Мир вам. Он не спал, возил и на горючок. Узнать. Сколько ты на горючок приехал? Безяк. 100 рублей. А? 500. 500 рублей обходится там в трещин поездка. Значит, подумайте ему сразу отдать деньги, чтобы вы в расчете. Давай. Так, отлетайтесь. Это уже он согласился. У него машина хожная такая с этими. Они сейчас понравились. Ехали они по бездорожнике. Такого у нас не будет. Но я видел машину такую сейчас. Нас дали. 4 оси и все ведущие. Ну она огромная такая машина. Ее-то там в подсунгли. Андрюша. А иначе мы теряем человека. Да, конечно. Он поправился так хорошо. Где большие осунки? Вот. Сережа. Подходи, бери. Подожди. Подожди. Не цепляй много. Да это у меня аппаратура. Все. Все благодарю. Все в расчете. Слава Христу. Так. Ребята, потихонечку проходим. Как раз к завтраку. Спасибо, Христос, брат. Красивая машина. Поехали. Ты, Андрюш, куда? В Корчино ездил? Да. Вот прибыли. Смотри, пасовой. Молодец. Пасва это интересно. О, здравствуйте. Мир вам, ребята. О, здравствуйте. На, сейчас приехал. А потом мы разберемся. Сейчас, первым делом мы помолимся, поблагодарим Бога и за стол. Так. Кирки снять. Так, потом вы все узнаете. Идите сюда. Вот сюда. Пакет, смотрите, у нас здесь крест, англорь. Так. Вот. Славик Тихонович. Так, ну-ка, иди сюда. Так. Иди сюда ко мне. Так, вот эти двое у нас пятидесятники. Что здесь? Пятидесятники. Ну, и все, не вам виски. Ну, еще, вот оно. Вот, двое вот этих. Как приучено молиться, так и молитесь. Молитесь, как вам Папа говорил. Желаете, крестите, креститесь. Нет, значит, положите руки, но на молитве стоять благогонтно. Закрывать. Рот закрывай. Ты позеваешь, когда саду раз, ладошкой закрыли. Вас чему научат здесь? Так. У меня шарежа вся исписана. Крами с тобой не пойти нельзя будет. Пойдите пояски. На рубашке. У нас тут были адвентисты, пятидесятники, баптисты. А этот крестится будет? Да. Этот православный крещеный будет? Ну, дальше побольше познакомимся. Это православный двое, да? Да, да. Этот крестится будет? Крестится? Крестится. Вовремя родителей? Да. Разрешили. Все благословили. Послезавтра будет. Так. На остальное вы сами, ребята, увидите. Давайте повернемся. Вот сюда, встаньте рядом. Рядом со мной. Вы увидите, как где становятся. Туда, перед крестом. Три поклона. Если вы не креститесь, и вам как-то это не приучено, сами смотрите как. Господи, слава Тебе. Благослови нас, пусть дары Твои святые. Ты сохранил пути приезжающих. Такова Твоя воля. Их пребывание добоет в радость им. Во славу Твоего Святого имени. Хвала Тебя, Отец, Сын и Святой Духа. Так, поворачиваемся за стол. Это все у нас будет. Мое время. Подговорено. Так, потихоньку. О, подожди. Есть, есть, переоденем. Это мы сейчас перейдем. Они сейчас запачкают. Подожди. Лучше сейчас, пошли тогда сюда. Пошли, запобедимы. Надень серединой волк. Идите тихо за столом. Да не разговаривал, Тарасик? Вы хорошо знаете каждый день. В рюк выбирать стола. Как помолились? Он с краю садится. Разговоры все закончили. Уже идете молча. И отсюда выйдете, пока не помолится, нет ни разговарок. Разговариваешь, стоять будешь здесь. А завтра-как завтра будешь. Понятно? Не надо, как говорится, нарываться на это. Сейчас подадут. Подадут, режут он, видишь. Я говорю, сейчас подадут. Не дергай, руками взгляд. Зачем истерику заводить? Вот, видите, приехали издалека. Мы их встретили. Два из них. Ну, рот-то, ну, можно закрыть-то хотя бы. Ну, эти папиросы в рот кидать будут. А куртки? Котя белый, белый, белый. Я знаю, все только сразу. И они ехали, затрудненные. Ничего не трогать пока на столе. Не трогать. Мы ждем, когда они сейчас обоются. И вместе перекрестимся. Все, приготовляйте. Святой воды на каждый стол поставьте. Зачем вы пересели? Чуть-чуть, Никита, чуть-чуть-чуть. Это тебе на рыбу все пойдет. Да. Я сказала только Максиму пересели. Так, он чем режет? Зачем это делает такое? Что-то придумали. Их надо поврестить. Они начинают рожи друг другу устроить, что-то ухмыляться. Вы сели, глаза вниз. В чашку. Садись. Они привыкли безобразничать. А здесь, видишь, дисциплина, им это трудно. Так, чуть-чуть подождем. Сейчас они пока сумочки раскроют. А переобоются. Потому что они в тапочках. В этой грязи я их поверну назад. Ну все, у нас как будто, по милости Божьей, это группа закончила. Рот закрывать, ладошка. Нядя не закрывает? Вот скажи, полвороты какие. Ну, Розилов, рот, кого интересно смотреть-то в рот-то тебе? Ну, приходи ладонью-то. Это требование не веры какой-то, этики. Что они там? Перебывают сейчас. Сейчас они будут. Я вам говорил, вы уже здесь давно, все знаете. И которые приезжают, еще приедут. Вы им подсказываете. У нас едут из Киргизии. Сейчас, в данном пути. В данный момент они в пути. О, пожалуйста. Так, бегайте дальше. Дальше туда все. Теперь вон на ту скамейку, проводи их туда. Вот рядом. Вот это вот. Вот сюда. Последняя, последняя, Игнатьич. Ну, последняя? Ну, угол залазь дальше. Приди, стык. Максим, дай угол, самый угол. Ну, садись, все туда войдут. Можешь сам рядом садиться. Чтобы они правильно сделали. Так, внимание. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас. Аминь. Во славу Божию. Вешне засыпать. Пусть Владимир сюда сядут. Там им тесно. Пусть они туда. Нет, он пускай там сидит. Это его паспорт. Он идти никуда. Так, святой воды дали на другие столы? Нет, не дали. Почему? Дали, дали, вон, пьют. Ну, попили. Другим дайте туда. Рот закрывайте, когда позеваете. Вот, заметь, их никто не ущел. Одинаково, рот раскрыт. И приехали, которые ладонью к рту. Держи. И не дайте. Это святая вода, чтобы никто не болел. Где мои малышки? Дайте, ложки сюда, передайте. Сейчас, пройдите. Их ложки передайте. Они воду святую пьют. О, так, вторая, где? Передайте. И на этом. Все, Володенька, давайте, садитесь. Отрывай.